Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Наталья Бушурова у нас в прямом эфире. Здравствуйте, доброе утро. Очень рады слышать, видеть. Доброе утро. У нас стучится уже март месяц в наши двери. Чем этот месяц... Я готовился, я знаю, что то ли Плутон в рыбы переходит, то ли что-то должно произойти такое, что на следующие 15 лет в марте что-то должно случиться. Рассказывайте, чем это все нам обернется? Помните такое замечательное слово «судьбоносный»? Вот именно это про март. Судьбоносный эпохальный. Давайте назовем так этот месяц. Судьбоносные эпохальные встречи и общения. Да, ну все. И встречи, и общение, и как там этот известный мем. Мы стоим на стыке эпох. Вот это все про нас. Мы там вот, мы на стыке. Значит, ну первое, наверное, давайте с позитивного, однозначно позитивного события марта – это Новый год очередной. Давно не праздновали. Что в этот раз у кого? В этот раз у нас, для нас, для всех, потому что это Новый астрологический год. С 20 на 21 марта. Наступление весны, как раз вот в этот период, из года в год. И, что важно очень для меня, и я надеюсь для вас, это Международный день астролога. Безусловно. И Международный женский день тоже. Помним эпохальный судьбоносный. Так, что еще? Да, Олег, вы абсолютно, в общем-то, правильно, частично сказали. Значит, давайте от меньшего к большему. Первое важное – это Сатурн меняет знак. Сатурн меняет знак как раз в день 8 марта, Международный женский день. Сатурн из знака Водолея переходит в знак Рыб. Почему это важно? Потому что Сатурн у нас пребывает в одном знаке в течение двух с половиной лет. До этого он был в знаке Водолея. Сатурн у нас что делает? Он сдерживает, он регламентирует, он придает форму, структуру, создает цель и план. Знак Рыб, территория знака Рыб очень не любит все эти слова. Прямо вот, ну, совсем это не слова знака Рыб. Давайте аналогии, да, в какой период Сатурн был в знаке Рыб. В период с 1935 по 1938, с 1964 по 1967 и с 1993 по 1996. Это так, чтобы мы понимали, какие могут быть события, реформы и ситуации в ближайшие два с половиной года. Расшифруйте, пожалуйста. Ну, давайте так. Первое, ладно, нацистская Германия. Второе, расцвет Битлз. Не вижу проблемы. Окей, сталинские репрессии, брежневские гонения на церковь. Это, кстати, вот здесь я хочу сделать акцент. Почему? Потому что территория знака Рыб это всё, что связано у нас в числе прочего с религией, с эзотерикой, с оккультными науками, с психологией, с медициной, с культурой, творчеством. А Сатурн, он контролёр. И вот эта аналогия с периодом правления Брежнева, то есть гонения на церковь, тогда в тот период каждый год упразднялось практически по 50 приходов. Соответственно, в принципе, то есть вот это единение, ну давайте, ну уже в наш период исторический, может быть, это будет такое плотное объединение государства и церкви, может быть, как вариант. Что ещё? Ну а в 90-е это свобода, секты, бригады, бригады, то есть это может быть и теневая власть, теневое управление. Попытки уже здесь на Крыб влиять, на Сатурн. Альтернативная власть, как вариант, тоже. Но если есть позитивы, это строительство больниц, строительство, это какое-то социальное обеспечение, вопросы будут решаться по социобеспечению, как-то будут законодательно решаться вопросы, относящиеся к эмиграции, это будет период, не знаю, внимания повышенного к обездоленным и так далее, и так далее. То есть если запускать новые проекты, то такое вот социальные направленности. Социальные направленности. И ещё знак Рыб — это последний знак зодиакального круга. Он самый такой секретно-тайный, непонятный и мутный, в принципе, в зодиакальном круге считается. А Сатурн — контролёр. И вот это будет два с половиной года, когда мы будем подчищать всё, выяснять. Очень будет много ситуаций разоблачений. Но также и избавление от всего того, что вот такое мутное, размытое, непонятное. Одновременно с этим у нас Плутон, как верно подметил Олег, тоже меняет знак. Плутон у нас переходит в знак Водолея до 20-х числах марта, где-то я себе это записала, 24 марта. А вот это ещё интереснее, потому что Плутон совершает полный оборот по зодиакальному кругу за 225 лет. То есть в прошлый раз Плутон был в знаке Водолея в период с 1777 года по 1798 год. Так, и что в это время произошло? Ну что в это время? Ну давайте, это период правления Екатерины Второй. То есть мы тогда тоже к этому имели причастность, скажем так, влияние. Под этим влиянием мы тоже тогда находились. Как тогда назывался, в числе прочего, её вот этот, ну как, манера правления, да, просвещённый абсолютизм. Но, скажем так, это скорее такое, как позже уже историки написали, скорее это была абсолютной фикцией её вот эта идея общего блага, для всех скорее уже была фикцией. Что тогда? Вы помните, какие разделы территории были в тот исторический период? Что произошло с Польшей? Как это влияло на Белоруссию, Украину и территорию Российской Федерации, Российской империи? Так, французская революция, кстати, произошла вот эта война. Французская революция, да. Российская война. Мы заходим на тонкий лёд, поэтому на всякий случай, пусть в эфире прозвучит, мы ни в коем случае не призываем к изменению конституционного строя и изменению границ суверенной Латвийской республики. Нет, мы ни в коем случае просто проводим аналогии с тем, какие веяния были в тот период. Да, и когда мы проводим аналогии и сравниваем, мы никого не хвалим больше, чем суверенную, свободную, замечательную Латвийскую республику. В коем случае никогда мы за свободу, равенство и братство. Это однозначно. Латвийской республике. Латвийской республике всегда, я бы даже сказала. И пусть на дне никогда не заходит солнце. Ну, давайте теперь от вот таких вот тем перейдём в то, что всё-таки есть надежда на то, Плутон будет 20 лет находиться на территории знака Водолея. Долго. Это будет период глобальнейших реформ. Преобразование информационного пространства, общественных связей, какие-то социальные реформы, реформы открытия в способах и манере коммуникации, в способах общения. Вообще представления о свободе могут поменяться, то есть о времени, о пространстве. То есть, может быть, сейчас это несколько фантастически звучит, и даже сейчас мы можем умом своим, теперешним, не объять тех изменений, которые могут с нами произойти. Да, другие энергосистемы могут возникнуть. Системы образования. То есть, очень много такого. Вот наука, большая ставка на науку, на образование, на просвещение, на коммуникации. Вот здесь будут большие изменения. Глобально сразу как-то мы замахнулись. А если брать что-то вот в таком микромасштабе, вот просто март-месяц, просто март-месяц. Просто, что касается дома, огорода. Не 225 лет такими вот этими. Хотя бы 30 дней. Или сколько там? 31. Да, хорошо. Давайте от общего к частному, к нашей простой жизни, к нашей прекрасной свободной стране и к нам. Значит, что, во-первых, ну да, всё мы сказали про 8 марта. Сказали ещё, да, хочу сразу предупредить о том, что самый такой напряжённый момент марта, просто потом боюсь об этом забыть, это середина приблизительно марта. То есть, это где-то 14-е, 15-е, 16-е, 17-е, 18-е. Ну, хорошо, 17-е марта. Пусть будет последним днём напряжение. Здесь у нас сильное напряжение воздушной и водной стихии, поэтому сразу хочу предупредить, чтобы все мы были очень внимательно и осторожны. С водой, на воде, с жидкостями, с химией, с лекарствами, с алкоголем. А, с газом, да. Закручиваем краны. В прямом или переносном смысле? И в прямом, и в переносном. Закрутите краны. Хорошо. Какие ещё рекомендации будут, кроме вот закрутить краны? Что нужно делать? Заниматься бизнесом? Любить? Воспитывать детей? Чем заниматься? А в остальном прекрасная маркиза. Всё хорошо, всё хорошо. Значит, что у нас? У нас Меркурий меняет знак 3 марта. Он переходит в знак рыб. До этого он был в знаке водолея. Мы были такими очень резкими, дерзкими, в словах своих могли наговорить лишнего, нагрубить, ввязаться во что-то и встрять громко очень. Теперь он перейдёт в знак рыб. Это тихо, спокойно, хитро, мягко общаться друг с другом. Из-под тишка. Из-под тишка в том числе, к сожалению. И коль скоро у нас Меркурий является управителем торговли и документов, и транспорта, в числе прочего, здесь нужно быть очень внимательными, потому что нас могут обвести вокруг пальца по всем этим темам и направлениям, одурачить и повести не по тому следу. Так, уже интересно. Главное, только что сказала, что всё будет хорошо. Это хорошо. Но мы будем очень красиво говорить, мягко. Мы будем петь. Меркурий в рыбах поёт с большим удовольствием. Он такой сладкоголосый. А любви хоть поёт? А? А любви хоть поёт? Конечно, о любви, о красоте, о чём-то тонком и прекрасном. По поводу любить. Венера, планета любви. Если мы её рассматриваем как планету любви, она тоже меняет знак 17 марта. И перейдёт она в знак Тереца. До этого момента, до 17 марта, она всё ещё будет в знаке Овна. Если Венеру мы рассматриваем как женскую фигуру, то до 17 марта прекрасные девушки, женщины будут настроены по-прежнему очень воинственно. Будут ярко наряжаться, украшать себя, достаточно агрессивно себя вести. Вот таким образом. Так что будем готовы к таким воительницам. Вообще, в любви мы все будем очень непримиримыми, и за свой объект вожделения будем готовы бороться. Когда Венера перейдёт в знак Тереца, она там имеет максимальную силу, это прекрасный период для того, чтобы влюбиться крепко, надёжно, надолго, чтобы любовь наша была приятной, устойчивой и стабильной. В общем, в ЗАГС. Все в ЗАГС, если вам туда хочется. Дела. Когда начинать, когда повезёт? Можно ли начинать или продолжать лучше начатые? Да, когда начинать? Начинаем всегда с удовольствием на растущей Луне. Полнолуние у нас 7 марта, соответственно, до 6 марта включительно мы можем начинать запускать и давать волшебный пинок. Зафиксировали. Соответственно, следующее новолуние у нас состоится в марте 21 числа. Как я и говорила, Новый год астрологический, День астролога. И вот там мы снова начинаем. После 21 марта мы снова начинаем. Причём вот то новолуние 21 марта будет очень активным, а поскольку оно состоится в знаке Овна, оно нас очень подстегнёт. Однако при всём при этом такая планета, как Марс, которая и является планетой активности и действий, то есть она нам говорит, каким образом нам действовать, она 25 марта перейдёт в знак Рака. А значит, вот меня это радует. Я объясню почему. Во-первых, у нас с августа месяца Марс был в знаке Близнецов. Он там ретроградил, туда-сюда нас водил, плюс мы находились под влиянием напряжённого аспекта Марса и Нептуна всю осень, в принципе, до середины января. А это значит, что у нас так, что бы мы ни делали, мы почему-то всё время плутали. У нас никак не получалось наконец-то внятно и чётко что-то осуществить. Вот теперь Марс перейдёт в знак Рака. Это не напористая манера действия. Это на мягких лапах, но это вперёд. Это аккуратно. Это, конечно, под влиянием эмоций и под влиянием женщин. Женщины будут влиять на то, как мы будем действовать. Женщины – двигатель цивилизации. Вслед за вами, благодаря вам, вперёд и вверх. Такое впечатление, что уже тост 8 марта, и да, я готовлюсь. Ну, надо как-то заранее. Спасибо огромное, Наталья. Наталья Бушурова, астропсихолог, была с нами с прогнозом на март. Нам, к сожалению, пора завершать сегодняшний утренний эфир. Всем хорошего, удачного дня. Всего доброго. Счастливо, до свидания.